АПЛОДИСМЕНТЫ Ни макияж, ни строгие костюмы не могут разжечь в нём пламя страсти. Вместо комплиментов одни претензии. Требуют сменить командный тон и гардероб строгой учительницы на наряды молодой бабушки. Ведь Пиро в деловых костюмах и за хлебом, и к внукам, и на шашлыки обвиняется в непонимании. Муж не ученик, а спутник жизни. Избавься от учительских привычек и увидишь, что жизнь заиграет новыми красками. Сегодня мы слушаем дело о том, почему муж-пионерку готов променять на пенсионерку. Евгений Савенков обвиняет свою супругу Ирину в том, что её командирские наряды и командный тон – причина его переезда в другую комнату. Евгений, прошу вас подойдите к трибуне. Перед нами сидит ухоженная, не по годам молодая и красивая женщина. Вы уверены, что вы хотите её переделать? Может, будет хуже? Мы живём 37 лет уже вместе. Любил – я терпел её наряды. Сейчас уже не любовь, мне уже 60 лет. Любовь превратилась в привязанность. Ну, что я хочу сказать, что все свои годы она проработала в образовании. И это прекрасно, она обучила тысячи людей. Это заслуга замечательная. А я обвиняю её в том, что, выйдя на пенсию, она никак не может расстаться со своим рабочим деловым образом начальника управления одного из московских вузов. Она постоянно входит в своих деловых костюмах. Появляется в этой одежде везде, как только можно. И меня это просто уже бесит. Я уверен, что вы тоже не подарок, между прочим. Вы так вот при всех говорите, жену не люблю, не хочу, живу в другой спальне с ней. Это что такое? Ну, может, благодаря вашей передаче в её сердце проснётся любовь и нежность. Вам не обидно, Ирина? Очень обидно, Александр. Очень обидно. Конечно, я не согласна с его обвинениями. Я считаю, что женщина должна быть ухожена. Это правильно. Женщина должна посещать косметолога. Женщина должна носить красивую одежду, может быть, даже и деловую. Женщина должна быть на каблуках. Я к этому стремлюсь. Но его слова о том, что он меня не любит, ну, я не знаю, как это вообще можно пережить. Ирина, встаньте, мы посмотрим на вашу красоту. Вы знаете, Ирина, вы одеты так, как мы стараемся одеть женщину в конце программы часто. И я могу сказать нашим зрителям, что Ирине сейчас 55 лет, но больше 36. Я вам дать не могу. Спасибо. Присаживайтесь. Эвелина, вам, пожалуйста, слово. Я, честно сказать, не поверю, что такая разумная женщина, как ваша жена, обладающая хорошим вкусом. Я это вижу, все это видят. Вот везде она прямо ходит в деловом стиле наряженной. И даже на пикник, и даже в кино она отправляется исключительно так, как она сегодня нарядилась. И в магазины продуктовые за хлебом тоже. Это правильно. И в детский сад, и в школу. И что, все в одном и том же? Да, да, да. Вот стоит, одевается, наводит макияж, в костюм свой строгий одевается. Я говорю, ты куда пошла? За хлебом. Я говорю, ну за хлебом разве так ходят? Ходят. Почему ходят, смотрят за каким хлебом? Женя, ходят. Еще как. Ну хочется легкой, просторной, спортивной одежды. Купи себе спортивный костюм. Даже на фитнес она ходит. Какой кошмар. В спортивном костюме по улице ходить, такой очаровательной женщине. Женя, по-моему, что-то с полушариями там происходит. И, ну, раз собираюсь на рыбалку, на охоту, она выходит в этом карандаше и стоит. Стоит, ноет. Я говорю, что ты ноешь? Я не могу, мне надо... И каблуки еще один. Я не могу, не поеду. Мне это неинтересно, мне не нравятся твои друзья, мне не нравятся твои жены, друзей. И вообще мне хочется пойти в театр, в кино. Я говорю, ну, сходим, сходим в театр и в кино. А когда? Ну, когда будет время. Ну, сейчас пенсия, надо немножко помочь с внуками. Правильно? Так на рыбалку или с внуками внесем ясность? Ну, мы тоже должны отдыхать немножко. Вот, куда отдыхать? Рыбалка – это тяжелая работа для женщин. Это же вообще черт знает что, а не отдых. Эвелина, может, посмотрим на вещи? Конечно, давайте. Будьте добры, вещи Ирины Савенковой. Вот, Эвелина, посмотрите на этот образцовый гардероб. Абсолютно. Он никак не справляется с той высокой планкой, которую ему задает женщина, в том числе и своим гардеробом. И стремится к чему-то простому, понимаете? Кому-то рядом с кем не нужно все время напрягаться, все время застегивать последнюю пуговицу, надевать галстук, соответствовать этой высокой планке. А хочется спортивный костюм, кирзачи, удочки, рыбалку с мужиками, сало на газете. Это так романтично. Боже мой, дорогие мужчины, которые всегда окружали меня в жизни, спасибо вам за то, что я ни разу не получила от вас приглашение отправиться на рыбалку в качестве развлечения. АПЛОДИСМЕНТЫ Фактически идеальные жакеты нашей героини на самом деле могут вызвать серьезную зависть у многих наших телезрительниц. А мужу это не нравится, ему хочется треников с вытянутыми коленками, понимаете, да? То есть отсюда вывод. Если все время кормить, к примеру, одним и тем же блюдом высокой французской гастрономии, то обязательно потянет на сало на газете. Просто вот как пиндэк. АПЛОДИСМЕНТЫ Что на этой вешалке вы не любите больше всего? Больше всего костюм не нравится. Вот этот вот костюм, я так понимаю, да? Ужасный костюм. Вот этот ужасный костюм вам не нравится. Будьте добры, переоденьтесь, пожалуйста, в ужасный костюм мы посмотрим. Прошу вас. Какая шикарная женщина. Дисциплинирует постоянно, постоянно на меня строит, напрягает, воспитывает. Что меня воспитали уже родители, армия воспитала, работа воспитала. Я уже знаю, как вести. У меня мальчику уже 60 лет на следующий год. Ну, как-то надо все это покладисто, по-доброму вести. Вы же летчик-испытатель, кажется. Нет, инструктор. Сколько у вас полетов за плечами? Ну, полетов немного, две тысячи. У меня ни одного. Ой, ошибаюсь. Две тысячи на лед, а полетов около семи тысяч. Ну вот. Один, правда, полет у меня был без посадки. Пришлось лететь и покинуть самолет. Ну, реанимировать не удалось. Я лег в госпиталь. Она даже не пришла ко мне в госпиталь. Хотя поставила ребенка тещи. А теща прибежала сразу. Ой, как-то наш зятек жив, здоров. Не пора ли нам отчаливать? А почему, вы думаете, она не пришла? От чего она так? Ну, она сказала, что она была занята. Хотя после аварии я приказал, чтобы автобус заехал домой. Я зашел, показался, в чем я есть. Вот в командировании, в комбезии. И пусть она спокойно кормит ребенка, чтобы не пропало молоко. Тогда ведите в госпиталь. Только на таких условиях я согласился ехать в госпиталь. И потом дальше Москва, три месяца. Чтобы ее успокоить. Короче, Женя, обидка есть внутри, правда же? Есть, есть. Если так по большому счету. Обидка несколько лет назад это случилось. Это было, сейчас скажу, в 87-м году, 2-го марта. 12 часов. Ну, это давно, но обида-то сидит. Давно. Он же озвучивает в связи с чем. Ну, вот так-то после этого все обрезало. Как я в госпиталь ложусь все. 30 лет назад было все. Да. И поэтому заявка такая, что какая тут может быть любовь. Женя, не плачь, разберемся. Эвелина, наверное, Ирина уже готова к этому кальцийу. Наверняка. Давайте посмотрим на нее. Ирина, пожалуйста, в студию заходите. Я, честно говоря, слышала там за дверью все, что было сказано. Конечно, очень грустно. И потому что дело-то, я так полагаю, не в моих нарядах. Потому что наряды-то хорошие, мне так кажется. Дело в том, что его раздражает все, что связано со мной. Те 37 лет, в которые мы с Евгением живем вместе, четко разграничены на два периода. Когда я с детьми была, а его не было, он работал, он летал, он занимался своим любимым делом. Карьерой. Карьерой, Надежда, это особая история. Карьерой он не занимался, ему это было неинтересно. Он летал, он только летал. Карьерой я занималась во второй части своей жизни. Поэтому, в общем-то, он и не дослужился до тех звезд, о которых мечтала я. Поэтому, мне кажется, что у Жени претензии ко мне, вот лично ко мне, но никак не к моему гардеробу. Нет, ну этот гардероб тебе старит на 10 лет. Я так не считаю. Этот костюм, ты хочешь сказать? Костюм, да. Вот правда, мне кажется, что костюм как раз совсем не старит вас. Спасибо большое. Присаживайтесь, дорогая. Эвелина, пожалуйста. Она хочет в театр, а он на рыбалку. И для театра, и для рыбалки, естественно, необходимы другие костюмы. Не те, в которых ходит наша героиня. Но секрет в том, что она не хочет ни в театр, ни на рыбалку. Она хочет в свое кресло руководителя. И на самом деле, именно там она сейчас должна сидеть. Спасибо большое, Эвелина. Присаживайтесь, пожалуйста. А я передаю слово Надежде Бабкиной. Жень, а что в разных комнатах-то спите? Мы иногда и ходим друг друга в гости. Но когда мы спим вместе, у меня очень сильный храп. Не знаю, это уже от возраста. И я несколько раз получал подушку по голове. Во-вторых, что я очень рано встаю на службу. Очень прознанно приезжаю от дочки. Потому что когда она приедет с работы? Ну, мне не хочется ее тревожить. И поэтому в этом возрасте спокойный сон, когда тебя не трогают. Да в любом возрасте. В 20 лет тоже храпят, знаешь как? Будь здоров. Аж слышно о той улице. И ничего. И когда с работы я еду. Ну да, устал. Не хочется с работы ехать домой. Я сразу к дочке, потому что дома постоянно построение. Постоянное внушение. Воспитывает постоянно. Жень, то есть дома пилят, со страшной силой строят. Не туда встал, не туда сел, не туда положил. Поеду я к дочке, а там дети. Тепло, уютно. Деда, деда, на шею. Все это. То есть своих дочек не нянчил. Потому что работал. А на внучках, вернее на внуках отыгрываешься. Правильно? Как это? Спасибо большое. Спасибо вам, Евгений. Присаживайтесь. Евгений, у вас есть что добавить? Почему она активно воспитывает мужа? Потому что она привыкла активно воспитывать большой коллектив. Каждый должен заниматься своим делом. Уважаемые мужья, если вы не хотите, чтобы весь пыл, работа способной женщины в 55 лет, был направлен на вас, оставьте ее в покое. Пусть работает. Спасибо большое. Я приглашаю к трибуне. Ирину, пожалуйста, Ирина. В вашем деле указано, что вы пытались развестись со своим мужем целых 8 раз. Это так? Да, это так, Александр. Ну, 6 раз это было, можно сказать так, сгоряча. А два раза официально оплатили пошлину, отнесли документы, продыроколили документы. Это уже просто каким-то анекдотом становится, когда мы после бурного примирения идем забирать документы в очередной раз. Ну, это уже как-то смешно и нелепо. Да, к сожалению, это имело место быть. А кто инициировал это? Вы или муж? А по-разному случается. Иногда терпение заканчивается у меня, и я инициирую этот процесс. Иногда он мне в отместку, когда ему надоедает процесс. Так они и жили. Процесс, да. Спали в рост, а дети были. Итак, слово Надежде Бабкиной. Ира, вот мы сейчас услышали Женины претензии, да? Ну, всякое, в каждой семье есть какие-то варианты. А у тебя-то какие к нему претензии? Ты недовольна, что он работал-работал, а карьерный рост не произошел, ничего не добился в собственной жизни. И поэтому тебя это тоже как-то не устраивает, раздражает? Так что ли? Да, Надежда Георгиевна. Семь тысяч полетов ничего не добился. Да. Надежда Георгиевна. Совершенно верно. Да, хороший вопрос. Она погоны в генеральских ждала, а ты говоришь, семь тысяч полетов. Да. Пусть лучше три тысячи, но зато с генеральским погонами. Да, именно так. Я права? Именно так. Ну и все. Я очень долго тянула и гнала его в академию. У меня папа закончил академию, у нас военная династия. Мне очень хотелось, чтобы дети жили в Москве, чтобы папа учился в академии, чтобы дети были этим горды. Не получилось, не смогла. Долгое время было так, что он занимался только полетами, только своей работой, дети были на мне. И папа, если приходил отдыхать, приезжал отдыхать с работы и с командировок, у папы были друзья и были рыбалки. Папа это имеешь в виду Женю? Папа это в смысле Женя, да. Все. То есть совместного времяпровождения никогда не было. Я с детьми, он... Он отдельно отдыхает. Он отдельно, да, с друзьями, с рыбалкой. А не было никогда вот такого где-то закрадывалось подозрения, что баба какая-нибудь на стороне есть там? Да не только были, Надежда Георгиевна, конкретные данные были. Ой-ой-ой. Он в очередной командировке, а мне солдатик из части приносит письмо. Открываю письмо, читаю. Дорогой, с нетерпением жду встречи. Остались там считанные дни. Думаю, опа, красиво. Бабенка какая-то есть. А глянь, покраснил-то как Женя. А вот. Давление сразу ударило в голову. Саша, ты говоришь, что шестого, там все нормально. Летчики раз в год ездят в профилакториях в горячее время в августе в Адлер. И у Жени несколько раз этот процесс уже имел место. Нужна профилактика, я согласна. Я понимаю. И все летчики всегда берут своих жен, детей. Меня муж никогда не брал. Думаю, ну интересно, конечно, как-то. Находила миллион оправданий. И тут после того, как это письмо получила, думаю, ну нет. Надо эту ситуацию брать в свои руки. На его имя, на его имя, да. Женским почерком. Ну, рассказывай мне сказки, да. Просто потом продолжение этой истории было. И я решила с ним вместе поехать в Адлер. Сама? По тихому? Его не поставив в известность, да. То есть он с одной стороны части приходит к КПП, а я с ребенком с вещами с другой стороны. Он видит нас, он растерялся, но народу много. И он не посмел при всех устроить скандал. И мы полетели вместе. Вместе с женами, с детьми, с летчиками. Все, полетели мы в этом самолете в Адлер. Прилетаем. Так там заведено, что жены с детьми живут, снимают квартиры. Мужчины живут профилакторией, завтрак, обед, ужин их кормят. Думаю, ну нет, тут надо все четко отследить. И я говорю, знаешь, что-то неважно себя чувствую. Давай мы квартиру снимем вместе, побудем, втроем. То есть мы снимаем квартиру, мы живем вместе. А на завтрак, на обед и на ужин я его вожу, сопровождаю в профилакторий. Правильно. В результате... Нет ли там какой медсестры? Не на минуту он у меня из поля зрения не выпал. Приезжаем мы домой, все хорошо, все замечательно. Через некоторое время приходит письмо от той же дамы, тем же почерком. Все понятно. Видела, говорит, дорогой, тебя с твоей мегерой. Ну подойти не смогла, она тебя блюла. Ой-ой-ой-ой. Вот, ну как-то так. Жень, ну что это такое вообще? Ну провис, ну что ж, дети. Так я не помню, когда. Ну провис, ну хорошо, хоть признался. Нет, плохо, что признался. Ну все было. Так я про это и говорю. Это было письмо, которое было отправлено другим адресатам и в другой дом. Это ошибка почтальона. Да конечно, да, Саша. Оно не было для вашего мужа. Так точно, да. Продолжение этой непростой истории совсем скоро. А также впереди модные советы. Сегодня мы с вами вспомним традиционные зимние развлечения. Катание на коньках. И докажем, что на катке можно выглядеть стильно и при этом не замерзнуть. Не пропустите, будьте с нами. АПЛОДИСМЕНТЫ С вами программа «Модный приговор» на Первом канале. Мы слушаем дело о том, почему муж-пионерку хочет променять на пенсионерку. Элина, скажите, пожалуйста, а зачем вы принесли эту жертву? Зачем вы отправились на пенсию? Я долгое время возглавляла крупное управление на работе. И в какой-то момент потребовалось подхватить второе управление, которое осталось без руководства. Я подхватываю два управления, я их веду. Работа огромная, коллектив огромный, задачи глобальные. Я успешно все это делаю, выполняю, реализую. И на каком-то этапе я понимаю, что все, я погибаю. Это настолько сложно. То есть каждый день в 11-12 час ночи он меня забирает с работы. Это очень тяжело. И я нахожу человека, который подменяет меня на работе. На втором управлении. Я остаюсь на одном своем управлении, и я понимаю... Подсидели. Что мне неинтересно. Что мне не хватает этого объема. И размаха. И мне скучно и грустно сидеть на своем месте. Тут как раз средняя внучка пошла в первый класс. И мы решили, что, наверное, я помогу дочери. Побуду в другом статусе, побуду в статусе бабушки. Принесу пользу вот на этом месте. Я искренне уверена, что женщина, которая движет цивилизацией, которая достаточно часто вынуждена брать на себя ответственность, заслуживает нарядного платья, но только сама женщина решает, когда ей снять свой деловой костюм и надеть на себя нарядное платье. Потому что только сама женщина знает, когда обстоятельства способствуют тому, чтобы она сменила деловой костюм, читай латы, читай бронь, читай защиту, на женственное платье, в котором она считает себя уязвимой и нуждающейся в защите. На женственное платье, в котором ей необходим мужчина рядом. Мужчина, за спиной которого она в состоянии спрятаться. Спасибо большое. Но сейчас для того, чтобы суд вынес верный вердикт, я приглашаю сюда свидетеля обвинения. Дочь Снежану, пожалуйста. Несмотря на то, что я безумно люблю свою мамочку, она для меня является идеалом, сегодня я поддерживаю папу, потому что я согласна с его доводами. И хочу сказать, рассказать одну историю. Однажды я маму отправила на собрание к своему старшему сыну в роли бабушки. Мама устроила там разборки, устроила скандал, где указывала преподавателям, что у них неправильно распределена нагрузка, неправильный учет часов, что дети страдают от неправильных взаимоотношений в классе. И, конечно же, нашему старшему сыну было очень стыдно за бабушку. И я говорю, мамочка, я тебя отправила на собрание для того, чтобы ты была не представителем Министерства образования, а все-таки была бабушкой. Посиди, запиши и расскажи уже родителям, что там сказали на собрании. И у меня есть доказательства, что деловой костюм все-таки не всегда уместен в повседневной жизни. Пожалуйста, давайте посмотрим. Как вы думаете, куда собирается моя мама? Она надевает деловой костюм, накрасила глаза, выходит из дома и, внимание, она катается с внучкой на горке. Да правильно сделала. Молодец, что накрасила глаза и все. Ну это же совершенно неудобно. Посмотрите, это каблуки, да, это юбка короля. Ей очень удобно. А ей удобно. Она тормозит, смотрите, как хорошо. Каблуками тормозит. Но мне кажется, что в этой ситуации это совершенно неуместно. И здесь уже уместно была бы какая-нибудь удобная одежда, в которой удобно бегать за внучкой. Спасибо, Снежана, вы нас не убедили. Знаете, опасно останавливать бабушку, которая готова заработать на няню для внучки, и предлагать ей снять каблуки. Бабушка не согласится, потому что она знает, сошла с каблуков, сошлась дистанция. Дочь, спасибо большое. Папеньку-то защищают, это все понятно. А кто тебя вырастил? А кто тебя кормил? Да. А кто в школу, так сказать, налаживал? Конечно, мама. А насчет родительского собрания, дорогая моя, ну сама сходи. Это же твой ребенок, понимаешь? И пойти защитить своего ребенка, или наоборот сказать, что я хочу послушать, как мой ребенок. Потому что мама, она сначала внутри, она до сих пор никогда не откажется. Руководителей бывших не бывает. Я тоже считаю, что это была нелогичная идея отправлять такого типа бабушку на родительское собрание. Странно, что школа впоследствии не имела проблем в Рано и Грано. Еще, может быть, даже в Министерстве образования. Вот именно поэтому с самого первого класса и до последнего я делегировала на родительские собрания бабушку своего сына. Руководителя значительно более высокого уровня, чем я. Спасибо большое, Эвелина. А в нашей программе настало время модных советов. Одним из самых популярных зимних развлечений считается катание на коньках. Вот только как нарядиться, чтобы не замерзнуть и не выглядеть при этом, как капуста. Узнаем об этом прямо сейчас. Модели, прошу вас на подиум. Модели, прошу вас на подиум. О том, как выглядеть стильно на катке с ребенком, расскажет Эвелина Хольченко. Здесь я прежде всего должна подчеркнуть один очень важный момент. Наши стилисты адекватны. И они в курсе того, что существует одежда для открытых катков и знают о том, какой должна быть одежда для катков закрытых. Сейчас мы, конечно, говорим об одежде для закрытых катков, которых сейчас огромное количество, и на которые все-таки предпочитают водить своих маленьких детей и внуков те женщины, которые волнуются, как бы дети не простудились и не пропустили часы в школе, или не пропустили детский сад. Вот наши стилисты продемонстрировали, что если молодые члены этой группы будут, естественно, одеты сообразно тому, чем они будут заниматься, а будут они там носиться на коньках, падать постоянно, им будет довольно жарко, потому что на открытом катке не стоит действительно слишком тепло одевать ребенка, иначе он как раз рискует простудиться, его может просквозить. Если вы будете использовать там горнолыжный комбинезон, термобелье, шерстяные носки и все прочие прелести дворового катка, то, конечно, ребенок будет и чувствовать себя не слишком ловко, и ему будет достаточно жарко. Поэтому тот вариант костюма, который вы сейчас видите для катания на коньках, очень адекватен именно для крытой площадки. Девочка, разумеется, будет стараться демонстрировать из себя белоснежку, снегурочку, ну или какую-нибудь знаменитую фигуристку, вроде Татьяны Навки, у каждого свой герой. Поэтому, естественно, не мешайте ей выглядеть адекватно, выбранные роли. Конечно, там должна быть юбка в звездах и белые колготки, лед не пачкает, знаете ли. Что же касается родителей, то тоже не стоит забывать о том, что вы будете двигаться, не нужно одеваться уж слишком тепло, никаких шуб на подобного рода мероприятия. Надевать не надо, они вам там не пригодятся. А вот более спортивные, утепленные бомберы, варианты пальто из искусственного меха или модные шерстяные модели, которые напоминают мех, но тем не менее являются экологичной шерстью с определенной обработкой, или хлопчатобумажные спортивные костюмы с начесом изнутри, вам вполне могут пригодиться. Потом, не забудьте, вам, конечно, захочется есть. И в том же самом виде, только сняв коньки, вам придется отправиться в кафе. Там вы тоже должны выглядеть адекватно. Соответственно, с этим и ботинки, которые напоминают горнолыжные, но на самом деле таковыми не являются, и разнообразные сникерсы утепленные, вам очень помогут. Но огромные луноходы, теплые валенки будут для вас, конечно, излишествами, будут вас смущать. Что же касается детей, то для них подойдет обычная городская партикулярная одежда, в которую вы можете отправить их в детский сад или в школу, к друзьям, или на внешкольные занятия, потому что нет ничего более бессмысленного, нежели накупать огромное количество одежды для детей этого возраста. Они ведь так быстро растут. Спасибо большое, Эвелина. Я хочу напомнить, что на сайте модный.тв интервью ведущих, модные советы, мнения экспертов, яркие моменты, которые не вошли в программу. Заходите на сайт модный.тв и узнаете обо всем, что осталось за кадром. Но наша героиня Ирина отправляется в магазин, чтобы выбрать там три наряда. Первый наряд, который раскроет ее со всем другой стороны. Второй костюм, но максимально женственный. И третий наряд для того, чтобы разжечь огонь страсти в семье. Затем наши стилисты предложат свою альтернативу. А кто победит в этом модном споре, решат наши зрители в студии. Не переключайтесь, будьте с нами. С вами программа «Модный приговор» на Первом канале. Слушайте дело о том, почему муж пионерку готов променять на пенсионерку. Ирина Савинкова сходила в магазин. И давайте посмотрим на ее первый наряд, в котором она должна раскрыться пред нами в совершенно другом образе, с другой стороны. Итак, Ирина, на подиум. Ирина, довольны ли вы созданным вами новым образом? Да, Александр, мне очень нравится. Я всю жизнь ревновала своего мужа, могу в этом признаться. Мне хочется, чтобы он, наконец, почувствовал, что значит ревновать свою половинку. Евгений, удалось ли Ирине добиться своего? Что-то среднее. То есть не удалось, что ли? Нет, не удалось. Грустно. Грустно, грустно. Давайте выслужим мнение нашего независимого эксперта, телеведущая и актриса Аврора. У вас очень хороший, элегантный стиль. И вы будьте, пожалуйста, собой. Я понимаю, что он хочет перемен. Ему хочется чего-то свежего. И я считаю, выход такой. Вы оставайтесь собой, но обновитесь. Обновитесь, но базово оставайтесь в своем стиле. К сожалению, вот выйти на новый уровень сейчас пока не удалось. Но дерзайте. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Переодевайтесь, дорогая. Выслушаем Надежду Бабкину, народную артистку России. Ну, на самом деле, этот деловой стиль, он с ней как бы уже сжился. Это как бы органично ее. Но ведь дома-то он неуместен. Спасибо большое. Просим вас, Елена. Я все время говорю, что не стоит приковывать себя к одному и тому же стилю, как будто бы вы приковали себя наручниками к батарее. Наша героиня приговорила себя к стилю бизнес-шик. И у нее отлично получается одеваться в этом стиле. Другое дело, что ее задачи изменились, и, соответственно, должен измениться гардероб. Поэтому к бизнес-шику совсем не стыдно добавить стиль леди-лайк. Но она не может этого сделать органично по причине того, что у нее нет опыта использовать все приметы стиля леди-лайк. Потому что для этого, она считает, она должна быть слабой женщиной. И ей необходимо в этом помочь. Но ничего, через некоторое время она попрактикуется и поймет, что вот это как раз и есть высший пилотаж. Что самая сильная женщина управляет мужчиной рукой в бархатной перчатке. Спасибо большое, Эвелина. Ну а сейчас второй выход Ирины. Полюбуемся на костюм, но не деловой, а женственный. Итак, пожалуйста. Пирочка, а как вам самой этот образ? Вы довольны? Мне кажется, оно вот на каком-то переходном этапе, это максимум, что я могу себе позволить. Это и комфортно мне, и мне кажется, должно понравиться мужу. Я понимаю, но это все-таки не костюм, потому что мы просили костюм. А здесь есть вот такой вот туник кружевной сверху. Но вы молодец, вы стараетесь. А давайте спросим супруга, добился ли сейчас? Ну сейчас намного теплее. Теплее, да? Теплее, я чувствую, да. Уже приятнее смотреть, да? Да, свободно. Что скажет Аврора? Мне тоже кажется, что это уже движение в сторону женственности. Но, конечно, пока еще мы не будем говорить о том, что это такой уж прям женственный образ. Вы знаете, Ирина, у вас такая замечательная фактура. Вы очень молодо выглядите. У вас совершенно замечательная фигура. Но вот, к сожалению, на мой взгляд, этим нарядом вы себе накинули лет пять лишних и килограмм пять лишних. Мне кажется, что вам нужно все-таки попробовать поэкспериментировать силуэтами и принтами. Спасибо большое. Переодевайтесь, дорогая. Надежда, вам слово. Жене понравилось. Что? А он в этом увидел некую вечернюю историю. Длинная в пол, как будто бы юбка, широкие брюки, да? И вот вам, пожалуйста, некий так гипюр, розочки, то-се. Вот какой-то намек. Уже говорит лучше. То-се она должна прослушать и что-то подумать как бы в этом направлении. Вот. А если так по мне, ну, она старается. Я хочу ее поддержать, потому что она молодец, она хочет измениться. И это большой плюс. Спасибо большое. Ивлина, вам слово. А вот, знаете, забавно. У меня есть отчетливое ощущение того, почему именно ее гению нравится именно этот образ. Хотя наша героиня ни на секунду не отошла от своих принципов в области костюма, хотя старалась она, конечно, как могла, у нее это не вышло. Так, на мой взгляд, одеваются некоторые жены, некоторых друзей Евгения. Как раз вот об этом упоминалось. Не любит она моих друзей, не любит она их жен. Когда они вырываются в свет, оторвавшись от дачи, внуков, шашлыков, рыбалки и прочих привычных и любимых жене развлечений и попадают в одно поле с такими женщинами, как наша героиня Ирина. Когда они тянутся и пытаются быть на уровне вот такой женщины. То есть, таким образом, на мой взгляд, Евгений тянет свою жену вниз. Ему хочется вот то, что Толстой называл «Опростилось». Спасибо большое. На сейчас третий выход Ирины. Наряд, способный разжечь огонь. Страсти в ее семье. Пожалуйста, Ирина. Ирочка, расскажите. Ну, вот после 37 лет совместной жизни уже просто такой комок в горле. Жене, так смешно разводиться в 8 раз. Ну, давай уже, наверное, как-то начнем наши отношения. Моя хорошая. А с чистого лица. Ну, мне очень хочется, чтобы этот наряд зажег тебя, в конце концов, потому что я тебя очень люблю. Вот. Это красиво. А Женя что ответит? Эффектно, элегантно. Мне понравилось. Понравилось ему. Не знаю, как Женя, но все модницы страны сейчас встрепенулись. Все тенденции у вас здесь есть. Спасибо. Черный бархат, водолазка, надетая под платье комбинацию. Все очень актуально, все очень модно. Ну, мне кажется, что обувь все-таки не совсем та. Может быть, сникерсы, грубые ботинки или мюли. Могли бы подойти сюда больше. Верно. Но, в общем, мне кажется, что вы на правильном пути. Вы сейчас выглядите очень свежо, очень молодо. Как-то по-другому. Мне кажется, что Женя должен это оценить. Спасибо большое. Но сейчас выслушай мнение, Надежда Боргановна. Да, Сашенька, я хочу, Ирочка, я тебя хочу поддержать, потому что ты все сделала, что ты могла, ты старалась и стараешься. И это признание, конечно, это высший пилотаж. И Женя тебе откликнулся. Но я тебе скажу, у тебя такой разрез сбоку сексуальный. Он не мог не заметить этого. Давай, зажги как следует. Спасибо. Спасибо большое, Велина, пожалуйста. Вашему мужу не понравился этот костюм, я вам честно скажу. Он отреагировал на ваше женственное поведение, на то, каким образом вы обратились к нему. И при этом вы подсознательно на самом деле знаете, что нужно ему, что ему понравится. Потому что та обувь, которая абсолютно не подходит к вашему нынешнему костюму, верно подобранному в тенденциях сезона, все нормально, с ботинками в обуви. Она, обувь вот эта вот, именно эти туфли, именно этот фасон, залог того гардеробного счастья, которое сделает вашего супруга действительно абсолютно довольным. А сейчас вам просто нужно переодеться в то, что вам по статусу, по возрасту, и главное, по вкусу вашему мужу. И тогда он вам простит даже комбинацию с грубыми ботинками, просто не заметит. Спасибо большое, Эвелина. Настало время отправить Ирочку в волшебную комнату к нашим стилистам. Вступайте туда, меняйтесь, преображайтесь, радуйте всех. Что придумают стилисты для Ирины, увидим буквально через несколько минут. Будьте всегда только с нами. Просим вас не переключаться. С вами программа «Модный приговор» на Первом канале. Мы слушаем дело о том, почему муж, пионерку, готов променять на пенсионерку. Итак, Ирина Савенкова побывала в волшебной комнате стилистов. Она волнуется за кулисами, не видя себя в зеркале. Давайте поддержим первый образ Ирины, который расстроит ее совсем с другой, новой стороны. Ирина Савенкова побывала в волшебной комнате. Ой, как красиво! Это необыкновенно, это настоящая зимняя сказка. Это такой восторг, что просто невозможно было это все представить себе. Правда. Дорогой, больше разводов в нашей жизни не будет. Конечно, нет. Если только какой-то намек на развод, он будет последним. И рядом может быть другой мужчина. Да! Евгений, что вы скажете? Как вам такая, командирша? Запала в душу, согрела и порадовала сердце, как красивая песня нашей любимой народной артистки Надежды Бабкиной. Все, что я могу сказать. Ах ты мой золотой! Как ты запел-то же! Соловей курский. Ну, я думаю, пора в спальню перебираться. Давайте мы заслужим мнение вашей дочки. Спасибо. Снежаны и внучки Анастасии. Насте и Снежаны. Мамочка, ты такая потрясающая, ты такая красивая, ты как артистка, фееричная. Я тебя никогда такой не видела, я тебя очень люблю. Будь всегда так как разовица. Спасибо, моя дорогая. Спасибо. Бабушка, какая ты красивая. Спасибо, моя сонка, спасибо, мои счастья. Знаешь, вот сейчас прям такая ситуация, Жень, вот ты про что сказал, на нее посмотрела, она сказала, подожди, теперь в моей шкуре побудь и так далее. А когда ее был последний выход в той части нашей программы, когда она последний раз вышла и сказала в комбинации в этой сумасшедшей, она говорит, я же тебя так люблю, ну, почему ты так себя ведешь? Вот в этом вся была смысловая нагрузка. Жить без любви, быть может просто, но так на свете без любви прожить. Жить без любви, быть может просто, но так на свете без любви прожить. Жить без любви, быть может просто, но так на свете без любви прожить. Понимаешь? Браво, Надежда, браво, спасибо. А сейчас, Ирина, оставьте, пожалуйста, букет цветов на столе и отправляйтесь переодеваться. Спасибо. Выслушающее мнение эксперта моды, утонченную Эвелину Хромченко. Я всю вторую часть программы буду беспрерывно цитировать Евгения. Он говорил, если Ира изменится, то я и с собой ее брать буду, на рыбалку и на охоту. Дай бог вам здоровья, да в таком-то платье. Ну, а сейчас мнение коллеги по фитнесу рады. Ирина просто фантастическая, легкая, звонкая, такая юная. Ну, у меня... Я потрясена в хорошем смысле этого слова. Она шикарна, она шикарна. Евгений! У нас сейчас второй выход Ирины. Костюм не деловой, но женственный. Посмотрим. Костюм не деловой, но женственный. Костюм не деловой, но женственный. Костюм не деловой, но женственный. Элина, что скажете? Очень красиво. Очень. Вот, не знаю, мне кажется, стилисты прочувствовали вот все мои настроения, все мои ощущения. Я очень счастлива, что я приближаюсь к Элине, к моему кумиру. Мне это очень нравится. Дорогой, интрига закручивается. Спасибо. А что, скажет Евгений, муж, интрига закручивается? Ох, эффектно раскрыта красота Ирины. Вы знаете, она мне напоминает мою любимую артистку кино, Надежду Гурченко. Людмилу Гурченко. Людмила Гурченко. Про меня думаете, Дирка? Да. Давайте выслушаем еще одну коллегу по фитнесу. Татьяны, пожалуйста. Ирина. Ты красотка. Просто звезда. Да, наша звезда. Мы так за тебя горды. Мне хотелось бы сказать Евгению пару слов. Евгений, допрыгайтесь. И вместо у Ирины, вместо летчика-офицера, будет точно генерал российской армии. Правда? Ирина, мы за тебя счастливы. Ну, не могу. Я просто рады и счастливы. Спасибо. Что теперь остается, да. Спасибо большое. Оставьте букетик цветов, вступайте переодеваться. Слово Надежды Бабкиной, народной артистки России. Да что уж там говорить, понимаете. Ире осталось только вспомнить о том, что она мягкая, хорошая женщина, с прекрасным совершенно волевым характером, у которой, если она чего-то задумает, она добьется обязательно. Женя, не переживай, пристроим, если чего. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Пример, он гордится этой шуткой. Пошли мы как-то на рынок, рассказывает мой подопечный. Я попробовал мандарины, а вот потом дальше, где печенка и говядина стали выбирать печенку, продавец отрезает нам кусочек, а я ей говорю, Ир, я мандарин попробовал, теперь твоя очередь. Продавец засмеялся, а Ир психанула. Это я к тому, что она никогда не может расслабиться, цитирую я Евгения. Она всегда держит себя в рамках, которые сама себе придумала. Здесь я поставлю точку и замечу, что Надежда Бабкина, которая вас так любит, в этой ситуации вынула бы свое фирменное весло. Это точка. Спасибо большое. А теперь третий выход Ирины. Посмотрим, как видят стилисты наряд, который способен разжечь огонь страсти в этой семье. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Победа над собой. Ах, да. Что вы скажете, дорогая? Дорогой, конечно, я тебя очень люблю. Конечно, те 37 лет, которые мы с тобой прожили вместе, это огромная жизнь. И я ничего не хочу в своей жизни менять, кроме одного. Я хочу от тебя любви и внимания. Постараемся пробовать. Шикарно. Конечно, этот шедевр даст толчок в наших отношениях. Я постараюсь. Да оно так и будет. Уже оно пробуждается, любовь в моем сердце. А у тебя покладистый добрый характер. Все будет хорошо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, скажи, хоть любишь. Ну, вот прям любовь как? Просыпается, не просыпается? Как? Ну, я так и сказал, что просыпается. Только просыпается? Да. Да? Ладно. Мы будем работать над этим. Как многое. Сразу не может проснуться все. Но после такого увиденного, конечно, я докажу в этом. Цветы отдай. Цветы отдай. Спасибо. Действительно. Мы с вами подходим к финалу нашей утренней программы. Дворецкие привезите вещи на подиум. А вы, дорогая Ирина, оставьте букетик цветов и вашу сумочку кладь. И подойдите ко мне в центр. Ирочка, как мне приятно с вами рядом постоять. Я знаю, что много лет, 9 лет почти подряд вы смотрите нашу программу «Модный приговор». Есть ли смысл вас спрашивать, что вам больше понравилось? То, что вы нашли в магазине, либо работа от стилиста? Вы почувствовали правильно, Александр. Нет смысла спрашивать. Ответ очевиден. Я надеюсь, что наши зрители учтут пожелания Ирины. Ну и, пожалуйста, приступайте к голосованию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Относит пользу стилистов, наряды стилистов вам в дар от программы «Модный приговор». Ну что ж, а если вы, так же, как педагог Ирина Савенкова, родом из Краснодарского края, захотите стать участником «Модного суда»? Поскорее заполняйте аркету на сайте Первого канала «мода.1.tv.ру». Сегодняшнее заседание закрыто, а мы с вами, как всегда, увидимся вновь очень скоро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова